Сейчас поговорим про семантические методы. Что значит семантические методы? Во-первых, да, вот это примерно то, о чем мы будем говорить. Ну, проблема со всеми предыдущими методами была понятная, что если мы в запросе написали одно слово в документе, другое, но синонимичное, то документ, конечно, мы не найдем никогда. За исключением, может быть, случаев, когда мы используем сглаживание в языковой модели. Вторая большая проблема — это что вообще слова многозначны. И в запросе слово может иметься в виду в одном контексте, в зависимости от слов, которые вокруг, а в документе слово может использоваться в другом контексте. Хорошо бы нам каким-то образом эту семантику извлечь, эту семантику понять, эту семантику как-то закодировать и уже ранжировать с использованием семантики, со знанием семантики. Ну, давайте посмотрим, какие есть методы. Понятно, что слово «семантика» здесь очень условное. Это не значит, что мы реально прочитали документ и что-то про него поняли. Вот прям машина действительно поняла, о чем документ. Нет, это просто некая возможность бороться с этими двумя проблемами. Возможность синонимы поставить ближе друг к другу, возможность разделить наоборот разные значения слова в разных контекстах. Потому что до сих пор мы говорили вообще говоря про вектора. Давайте вот, собственно, и начнем с векторов. Говорим про латентно-семантический анализ или индексирование. В информационном поиске оба термина используются одинаково. LSI и LSA для нас, значит, в общем, одно и то же. Когда мы говорили про векторную модель, мы говорили, что каждый документ — это есть вектор, да, длины в весь словарь, и если слово входит в документ, там стоит, скажем, единичка, если слово не входит в документ, стоит нолик. Ну, или мы можем туда поставить частоты, можем поставить TF, IDF. Конечно, TF, IDF лучше всего. Ну, просто для примера. Вот у нас нолики, единички — такой длинный-длинный документ. Ну, и, значит, в данном документе, в данных векторах все слова равнозначны, никакой синонимии и полисемии нету, и очень много нулей, кстати, еще, кроме всего прочего. Да, они очень спарс такие, разреженные. Вот так вот, хотелось бы что-то сделать с этими векторами, как-то их сдвинуть, как-то их там расширить, сжать, чтобы, скажем, близкие слова по смыслу получились где-то близко в пространстве, чтобы документы, в которых одно и то же слово означает разные вещи, наоборот, стали дальше в пространстве. То есть попробовать поработать с этим векторным пространством таким образом, чтобы семантически близкие документы стали ближе, семантически далекие документы стали дальше. Ну, как это сделать? Ну, вот, на самом деле, есть такая штука, как сингулярное разложение матриц, скорее всего, вы могли о нем слышать, может быть, даже использовали. Если у нас есть некая матрица, любая матрица M на N, в нашем случае это матрица запроса документ, не запроса слова документ, по верти... значит, слова у нас это строки, а документы это столбцы. Так вот, если у нас есть такая матрица, то на самом деле сингулярное разложение, оно вот такое, в таком виде, это три разные матрицы, U, σ и V транспонированные, такое, что U — это унитарная матрица M на M, M — это количество слов, N — количество документов. Значит, что такое унитарная матрица? Ну, по-простому, это матрица, которая обратная, равна транспонированной. Ну, это не так важно, это будет чуть-чуть важнее дальше. V — это тоже унитарная матрица, а σ — это диагональная матрица. Ну, M на N в том смысле, что сколько диагонали хватает, там значение, а сколько не хватает, там либо нули, либо ничего нет. И на диагонали стоят так называемые сингулярные значения. Ну, на самом деле это корни из собственных чисел, но это в данном случае не так важно. Значит, и V — это унитарная матрица. Значит, выглядит это примерно так. Значит, если у нас количество слов больше, чем количество документов, вот это M — это N, то у нас матрица U — она такая вот 5 на 5, матрица σ — у нее тут нолики, и матрица V — 3 на 3. Ну, и понятно, что, в общем-то, последние два столбца из U можно выкинуть, потому что… Правильно? Да, потому что все равно они будут умножаться на нули. Если же наоборот количество слов меньше, чем количество документов, ну, вот σ будет чуть-чуть другого вида. Значит, зачем нам это нужно? Ну, во-первых, уже видно, что вот здесь мы уменьшим размерность, выкинув вот эти столбцы здесь, мы можем выкинуть что? Мы можем выкинуть тоже вот эти две строки. Во-первых, уже поменьше нулей станет. Матрицы станут более сжатыми. Раз. А два — это то, что… Значит, вот сейчас разложим… На самом деле, я не буду это делать на тоске. На самом деле, если вот вернуться к этой картинке, то понятно, что каждая, скажем, каждый столбец или каждая строчка здесь представляется в виде какой-то комбинации, да, столбцов и строчек здесь, столбцов и строчек здесь и сингулярных значений. Ну вот, на самом деле, матрица С получается суммой вот таких штук. Сигма — это сингулярное значение из вот этой матрицы, вектор U — это столбец из матрицы U, и транспонированный вектор V — это строчка из транспонированной матрицы V. В чем смысл на самом деле? Зачем нам такое разложение? Потому что, значит, сингулярные значения, вообще говоря, есть большие значения, есть маленькие значения. Если посмотреть на эту сумму, то по большому счету мы можем выкинуть маленькие значения просто потому, что они не вносят большого вклада в сумму. Ну, если он там, не знаю, самое большое сингулярное значение 100, самое маленькое 1 сотая, то 1 сотую можно просто забыть. И если мы оставим только k самых больших значений, то, в общем-то, вот эта сумма приблизится меньшей суммой. Мы суммируем не до m или не до n, а только до k. Причем k, оно значительно меньше, чем n и m. Зачем это нужно? Ну, за тем, чтобы еще больше снизить количество нулей, во-первых. То есть сделать матрицы более сжатыми, более плотными. Ну, и таким образом мы получаем… На самом деле мы… Да, это записывается примерно так, потому что, конечно, матрицы станут другой размерности. А именно u станет вместо m на m, станет m на k, sigma станет k на k, и v станет k на n. Еще раз, k сильно меньше, чем m и n. Во-первых, мы сильно ничего не потеряли в качестве, то есть мы приблизили c вот такой матрицей, которая сильно меньше по количеству ячеек. Не потеряли в качестве просто потому, что мы выкинули самые маленькие сингулярные значения. Они просто в сумму много не вносят. Оставили самые большие. Вот, а во-вторых, то, что получилось, это… Ну, вот здесь у нас еще было соотношение какое? Документ — это просто вектор по всем словам. А здесь уже не очень понятно, что такое документ, что такое слово. Это некий вектор. И хочется верить, что эти вектора, они так повернуты в пространстве, что близкие слова становятся ближе, значит, далекие слова становятся дальше. Ну, и на самом деле… Давайте просто посмотрим. Вот тут на самом деле ничего страшного нет. Это наша матрица C. Значит, вот здесь у нас слова, здесь у нас документы. Здесь у нас могут стоять нолики, единички, или TF, ADF, что хотите. Вот у нас сингулярная матрица, значит, с сингулярными значениями, их всего K. Вот у нас есть некие вектора, связанные со словами. По большому счету, размерность вот здесь. Это словарь M. Получается K векторов. По большому счету, здесь у нас стоит, ну, грубо говоря, K слов, что ли. То есть изначально U была M на M, то есть у нас слова были здесь, и слова были здесь. Нет, это как-то некрасиво. Значит, слова были здесь, слова были здесь. То есть U – это была некая матрица отображения из слова в слово. То есть какое-то взаимодействие между словами. Матрица V была взаимодействием между документами, отображения из документа в документ. Теперь мы их урезали и эти отображения несколько поменялись, но так или иначе, значит, грубо говоря, вот если мы возьмем строчку отсюда, то это будет какое-то новое представление для слова. А если мы возьмем столбец отсюда, то это будет новое представление для документа. Потому что строчка отсюда — это просто все документы, где слово встречается. Столбец отсюда — это просто все слова, которые встречаются в документе. А здесь это что-то другое. И вот на самом деле все эти повороты и изменения пространства происходят именно таким образом, что вот эти представления, они несут в себе некую семантику. И здесь я хотел, не знаю, будем мы выводить или не будем, времени довольно мало в целом. Значит, что получается? Получается следующее. Мы берем вектор документа, который обычный. Нолики-единички по всему словарю. Такой длинный, с кучей нулей. Вот он у нас, вектор документа. Здесь у нас справа получается вектор документа, семантический вектор. Чтобы одно перевести в другое, нам нужно, понятно, применить вот такие два преобразования. Значит, если мы теперь на самом деле мы знаем вот это, мы знаем вот эти две матрицы, но мы не знаем новое представление документа. Ну что нам нужно сделать, чтобы получить новое представление через старое? Ну какую матричную операцию сделать? Ну умножить на обратную, да, слева. Да, умножить на обратную слева и получим, на самом деле, что мы там получим? У, сигма, обратная на D. И это, значит, что там мы делаем? Переставляем их, да? Кажется. Сигма в минус первой. А U в минус первой, так как это унитарная матрица, то это просто транспонированная штука. На D. Вот, сигма — это диагональная матрица, поэтому в минус первой мы просто делим один поделить на то, что стоит на диагонали. Да, это легко считается. Транспонированную тоже можем посчитать оттуда. А это наше представление из нулей единичек или из TF-IDF-ов. И получили вот такую штуку. Значит, смотрите, сигма в минус первой, как я сказал, это должна быть по идее один поделить на... Вы меня исправляйте, если что не так. Правильно, это обратная у нас матрица? Ну если мы умножим на сигму, то получим, наверное, единичку, да? Значит, U транспонированная — это такая штука, U1 транспонированная, UK транспонированная. А документ — это такой длинный вектор из M составляющих, просто там ноликов единичек. Ну, грубо говоря, я буду говорить слов T1, T2, Tm, потому что у нас M слов. Так вот, смотрите, что происходит на самом деле. Длина этих векторов, она M. То есть, ну, понятно, мы берем этот вектор и умножаем на вот этот, на вектор D. Видно, видно, нет? Ладно, бог с ней с камеры. Ну, не знаю, подсядьте, можно поближе сюда. Фактически мы берем вот эти слова, ну, там нолики, единички еще раз, или TF, IDF, или просто TF, и применяем к ним трансформацию, например, трансформация U1. Да, вот если мы посчитаем... Да, буду писать непоследовательно, извините. Фактически, если мы умножим вот это на это, то получим какую-то такую штуку U1, T на D, где D это вот такая длинная, U2, транспонированная на D, и так далее, и так далее, UK, транспонированная на D. То есть, фактически, мы взяли вот этот вектор и применили к нему разные трансформации. Причем U... Идея в том, что U трансформирует слова таким образом, что близкие слова становятся ближе, далекие слова становятся дальше. И получили некую матрицу... На самом деле, нет, это не матрица, это вектор. Вектор, где на каждой позиции стоит какая-то линейная комбинация от слов. И вот эта линейная комбинация на каждой позиции, хочется верить в то, что она более репрезентативна, чем просто каждое слово в отдельности. У нас получилось K линейных комбинаций слов, и они что-то показывают про документ более подробное, более как бы семантически наполненное, нежели просто вектор со словами. Ну а дальше мы домножаем на эту матрицу, это просто взвешивание. Первая компонента получит вес 1 поделить на сигма 1, вторая 1 поделить на сигма 2, 1 поделить на сигма K. То есть, фактически просто добавляем веса к компонентам. Зачем я все это расписывал? Именно для того, чтобы показать, что от просто вектора из слов мы переходим к неким линейным комбинациям этих векторов в надежде, что эта линейная комбинация будет что-то показывать лучше, чем просто вектор со словами. Вот такая идея. Ну и дальше понятно, как мы ранжируем. Мы просто представляем документы вот в виде таких штучек, запросы представляем так же, ну и считаем косинус. То есть, теперь мы косинус считаем не между вот такими длинными векторами, а между вот такими векторами. Вот, и в данном случае, собственно, вот теперь это так называемое семантическое представление, считаем косинус между семантическими представлениями, а не просто между представлениями на основе слов. Значит, мы посмотрим там в конце в самом на результаты. Результаты довольно плохие, но эти результаты получены на вебе. Поэтому, и да, в общем, поговорив с коллегами из Яндекса, они говорят, вот нафиг все эти семантические методы, они не работают. А для них, что не работает в Яндексе, то не работает. Понятно. Но надо помнить, что информационный поиск — это не только веб-поиск, это много разных поисков, и вот эти методы, они осмыслены просто в каких-то других областях. А это хороший вопрос, я не знаю. Так, другой метод. В общем, по большому счету все эти методы, они плюс-минус связаны с векторами. Потому что, в общем-то, можно сказать, что языковая модель — это тоже что-то связанное с векторами. Да, там есть вектор из вероятности. Но если говорить о тематических моделях, то уместнее все-таки связывать тематические модели именно с языковыми моделями. Давайте посмотрим. Вот у нас есть униграмная модель языка, где каждому слову отдельному сопоставлена некая вероятность. Униграмная модель, да, в беграмной модели каждой последовательности из двух слов будет сопоставлена вероятность. Ну и если мы говорим о том, какая вероятность у слова в модели, ну просто тут это как бы масло масляное получается, вероятность слова равна вероятности слова. Ну мне это нужно, чтобы наращивать вот эту формулу внизу. И в, как это по-русски называется, plate notation, вот когда по-английски это тарелки, plate notation, по-русски я не знаю, как это называется. Никто не встречался с этим? Ну, грубо говоря, что имеется здесь в виду? Кружки — это некие события, наблюдаемые или ненаблюдаемые. Серые кружки — это то, что мы наблюдаем, белые — это то, что мы не наблюдаем, а квадратики или прямоугольнички — это количество раз, которое мы это наблюдаем. Грубо говоря, если у нас в коллекции есть m документов, то m раз надо взять, n — это количество слов в одном документе, и n раз надо взять слово из языковой модели. Ну, если мы хотим сгенерировать m документов по n слов каждой, то вот это вот зарисовывается таким образом. В m документах n слов, каждое слово наблюдаемо, и вероятность его берется из языковой модели. Ну, то есть это пока все тривиально вроде как. А теперь предположим, что у нас есть уже… Ну, в данном случае я уже показал тематические языковые модели, но, предположим, просто у нас есть много разных языковых моделей. Одна языковая модель лучше описывает что-то там про искусство. Здесь возле каждого слова должна стоять вероятность. И эти вероятности будут разные. Вот, скажем, сверху они убывают сверху вниз. Это самое вероятное слово в данной модели, это менее вероятное слово в данной модели. И если брать другую модель, то здесь другое слово наиболее вероятное и так далее. Ну, и что теперь можно сделать? Можно, конечно, смешать. Если у нас есть много разных языковых моделей, то мы делаем… Мы их смешиваем, и тогда вероятность слова – это сумма по всем моделям вероятности слова в данной модели умножить на вероятность модели. Ну, потому что, в общем, можно сказать, что все модели равновероятны, и тогда вот это будет равномерное распределение. Можно сказать, что какая-то модель более вероятная, какая-то модель менее вероятная. Так или иначе, значит, слово можно представить таким образом. Сейчас мы постепенно придем к ранжированию через это. Ну, на самом деле понятно, что, в общем, можно ранжировать таким образом. Берем документ, то есть берем запрос, представляем документ в виде нескольких языковых моделей, так или иначе, да, и представляем каждое слово запроса вот в таком виде, там, перемножаем или суммируем логарифмы. Да, и представляете, это таким образом теперь. Для каждого документа мы выбираем модель. Ну, вот тут предполагается, что, видимо, в одном документе одна модель. Хотя это странно. Значит, для каждого документа выбираем некую модель, и теперь мы слова берем из модели, вот из той, которую мы выбрали для документа. То есть, m документов, m моделей, n слов, каждое слово из модели. Значит, если идти дальше, то понятно, что, вот если у нас, значит, у нас тут были четыре разные, ну, назовем это уже темами, да, четыре разные темы, и каждое слово в документе, оно с какой-то вероятностью приходит из какой-то темы. Ну, например, вот так можно раскрасить. Хотя на самом деле можно раскрасить и по-другому, потому что, в общем-то, все слова встречаются во всех темах, но с разными вероятностями, да. То есть, просто вот эти слова встретились в синей теме с большей вероятностью, а эта с большей вероятностью встретилась в зеленой, например. Но можно было и по-другому сделать выборку. То есть, идея в том, что... Значит, мы откуда шли? Мы шли оттуда, что... Языковая модель — это, в общем-то, некое распределение. Если у нас здесь слова, а здесь вероятность, то у нас там есть некое распределение, да, по словам. Для каждого слова есть некая вероятность. Ну, оно, конечно, дискретное, но так проще нарисовать. Это языковая модель. Теперь, что мы добавляем здесь? Мы добавляем еще одно распределение. Значит, это Pt, предположим, а это Pd. В данном случае здесь у нас документы. И распределение показывает вероятность... Нет, это не документы, извините. Это темы. Это темы. И это распределение показывает вероятность той или иной темы в документе. Например, в этом документе какой цвет доминирует? Непонятно, на самом деле. Зеленый. То есть, скорее всего, в этом документе вероятность зеленой темы выше всего, а вероятность розовой темы ниже всего. То есть, теперь у нас есть распределение вероятности по словам, распределение вероятности по темам. И в сумме это похоже на то, что мы только что видели формулу. Разница в том, что здесь появляется документ. Вот здесь появляется документ. И, значит, вот эта вероятность темы при условии документа берется отсюда, а вот эта вероятность слова при условии темы берется отсюда. То есть, значит, сейчас мы посмотрим через один слайд, как происходит процесс, собственно. Ну вот, тут уже как. Вот у нас есть M документов. Вот каждый документ — это некое наблюдаемое событие. Вот он серенький. Каждый документ дает нам некое распределение по темам, и каждая тема дает некие слова. Дальше, значит, вот эта вообще модель называется, только что мы говорили про latent semantic analysis, да, latent semantический анализ, где там были вектора. Это вероятностный LSA, PLSA. А дальше придумали просто более такой, что ли, теоретически обоснованную форму вот этого всего. В общем-то остается все то же самое, только тоже у нас есть темы. Каждая тема — это некое распределение. Скажем, тема по генетике — это одно распределение по словам, тема эволюции — другое распределение по словам. Вот четыре распределения здесь таких. И эти четыре темы, они как-то, вот этот документ, есть некое распределение тем в документе уже. Опять же, вот распределение по словам, распределение по темам. В чем разница? По большому счету остается все то же самое. Вот у нас M документов, вот N слов, вот это темы. Разница здесь такая, что у нас, вообще говоря, вот эта штука — это документ, да? Документ дает нам распределение по темам. Распределение по темам, оно мультиномиальное. Ну, сколько там, скажем, 50 тем, и у каждой темы есть вероятность. Это мультиномиальное распределение с 50 переменными, да? Дальше нам нужно… Phi — это вот, значит, teta — это вот то, что здесь справа. Phi — это то, что здесь слева. Это распределение слов в теме. Это тоже мультиномиальное распределение, только длины в словарь. Мы говорили, когда про языковые модели, мы говорили про мультиномиальное распределение, да? Вот это одно мультиномиальное распределение тем в документе — это распределение слов в теме. А вот это, это на самом деле параметры их сопряженных априорных распределений. Какое сопряженное априорное распределение у мультиномиального? Дирехле. Дирехле, правильно. Значит, тут процесс происходит следующим образом. если говорить про то, как генерируется документ. Берем Dirichlet распределение с параметром альфа и делаем из него mраз выборку вот этих вот распределений. Потому что у нас m документов, каждый документ это некое распределение по темам, вот мы делаем выборку m распределений для каждого документа по одному распределению. Один документ, скажем, в нем тема генетики получает вероятность 0,5, а в другом тема генетики получает наоборот, вероятность 0,01. Вот выбрали мы из распределения Dirichlet m распределений по распределению на документ. Дальше мы из другого распределения Dirichlet выбираем k вот таких распределений. k это количество тем. Скажем, вот в тех примерах у нас было 4 темы. Значит, нам надо из Dirichlet сделать выборку 4 раза, получить вот такие распределения. Вот мы выбрали распределение тем для документов, распределение слов для тем. И дальше берем мы наш документ и n раз выбираем некую тему отсюда, а из темы выбираем слово, используя вот это распределение. Ну и так далее. m раз берем отсюда тему какую-то, скажем, эту. Для темы берем распределение, выбираем оттуда слово и повторяем этот процесс много раз. И таким образом у нас создается документ. Значит, формула здесь очень похожа на PLSA, только с той разницей, что здесь у нас параметры phi и theta, которые вот у нас распределение phi и theta, которые есть выборки из Dirichlet распределений. Мы сейчас, тут на самом деле не так просто все эти параметры посчитать, но важно, что их можно посчитать, то есть для этого не нужно, как это, без учителя, как по-русски кажется, да? То есть их можно посчитать там с помощью гипса, выборки гипса. Мы сейчас это рассматривать не будем, но фактически, если у вас есть коллекция документов, то без учителя можно обучить, значит, все темы, которые там есть, распределение тем в каждом документе, распределение слов в каждой теме. Все вот эти, ну, alpha, beta — это наше априорное знание, это мы сами придумываем, какими их установить. А вот theta, phi — это все обучается. И дальше, ну, в общем, как нам отранжировать теперь документы? Предположим, у нас приходит запрос, у нас есть документы, мы знаем распределение тем в каждом документе, мы знаем распределение слов в каждой теме. Вот можем посчитать вот такие суммы. Как нам теперь отранжировать документы? Ну, грубо говоря, то же самое, как в языковой модели. Нам надо посчитать вероятность запроса при условии документа. Ну, изначально да, но мы говорили, что если помахать руками, то вероятность документов при условии запроса сводится к вероятности запроса при условии документа. Ну, фактически, ну, а что это такое? Это просто произведение вот этих вероятностей, да, которые здесь написаны. В чем принципиальное отличие от языковой модели-то у нас получилось? Принципиальное отличие теперь, что нам нужна семантика, да? Теперь слова вообще, говоря, сгруппированы в темах. Вот тут вот. Похожие слова сгруппированы в похожих темах. Грубо говоря, вот эти слова, они где-то вместе лежат, и вот эти слова где-то вместе. И теперь, там, проблема синонимии может решиться таким образом. Ну, и полисемии тоже, потому что если слово значит одно и то же, если слово означает разные вещи в разных темах, ну, вот оно будет в разных темах с разными вероятностями. Вот, таким образом, вот, латентно-семантический анализ, он пытается что-то делать с векторами, да, преобразовывать их таким образом, что вектора становятся в пространстве похожие документы ближе, а различные документы дальше. А тематические модели, они пытаются это сделать вероятностно, таким образом, что похожие слова группируются в одной теме, грубо говоря, да? Вообще, каждая тема – это распределение по всем словам. Просто многие слова получают очень низкую там вероятность, и только важные слова для темы получают высокую вероятность. Потому что в этом примере, если мы посмотрим, по большому счету, каждая тема содержит все-все-все-все вот эти слова. Другое дело, что слово компьютер в теме генетики будет где-то ниже сильно. Хотя, может быть, сейчас и нет. Ну вот, вот такие два основных подхода, которые применялись до достаточно недавнего времени. Сейчас вы, наверное, слышали про всякие… Как это по-русски-то сказать? Есть предложение? Да. Как? Второе слово я не… Это вы где-то слышали такой перевод? Интересно. Ну, на самом деле, фактически, смысл этого слова здесь – это некая обертка для слов, некое представление слов, которое, опять же, несет в себе некую семантику. Что это за представление, на самом деле никто не понимает, ну, потому что те числа, которые получаются в конце, они ничего не значат сами по себе, но они таким образом представляют слова, что на самом деле близкие слова оказываются близко друг к другу. Ну, скорее всего, вы слышали такое словосочетание, ну, это даже не словосочетание, да, word to vec, то есть переводим слова в вектора, и каким образом… Значит, вот что люди придумали буквально, когда это было? В 13-м, что ли, году? Вот несколько лет назад Томас Миколов с коллегами придумал гениальную вещь, которую теперь, значит, все используют где только могут. Они предложили два подхода к тому, чтобы перевести слово в некий вектор, то есть описать слово с помощью некой семантики. Первый подход называется contextual bag of words, то есть мешок слов только с контекстом. Почему с контекстом? Ну, потому что мы рассматриваем, кроме самого слова, значит, наше слово, предположим, вот wt, мы рассматриваем несколько слов до него и несколько слов после него. Ну, понятно, что это некий языковой контекст. И что происходит? Мы берем, представляем все слова в нашей коллекции, в каждом документе в виде вектора некой длины. Мы можем произвольно выбрать, ну, не произвольно, мы решаем, какой длины они будут. 2, 10, 24, любую длину выбираем. И дальше оптимизируем эти вектора таким образом, что если мы сложим вектора двух слов до данного слова и двух слов после данного слова, вот мы их тут складываем, то эта сумма будет очень близка к вектору самого слова. Как мы их оптимизируем? Ну, мы их оптимизируем, на самом деле, просто градиентным спуском. То есть чуть-чуть двигаемся туда-сюда и долго-долго-долго спускаемся, значит, к минимуму или максимуму локальному, видимо. То есть вроде как вот все очень просто, но тем не менее получаются интересные результаты. Еще раз. Мы находим такие представления векторные, которые вот если суммировать 4, будут давать то, что посередине. Обратный вариант следующий. Это называется skip-граммы. Ой, как оно тут расползлось у меня. Значит, skip-граммы — это в обратную сторону. Если у нас есть слово, два слова до и два слова после, то мы таким образом оптимизируем этот вектор, чтобы он был близок к любому из четырех. Ну, skip-грамм, потому что мы пропустили вот здесь слово. Вот. Плюс-минус там они работают, что-то из них работает, по-моему, skip-граммы работают дольше, но более эффективно. Contextual bag of words быстрее, но менее эффективно. Но так или иначе, значит, да, алгоритм такой. Вот мы выбираем длину вектора представления, случайным образом заполняем эти вектора. Если у нас есть вектор, выбираем вектора длины 10, для каждого слова просто случайно заполняем каждые 10 ячеечек. И дальше градиентным спуском, мы поговорим про него более подробно попозже, просто оптимизируем либо картинку, которая была слева, либо картинку, которая была справа. Вот. И что получается? Возможно, если, опять же, если вы сталкивались с word to veck, то вы видели вот такую картинку. А может быть, вы видели картинку про королей и… Ну, значит, самый известный пример, что… Значит, что вот это такое? Это на самом деле двумерная проекция пространства слов. Вот векторного пространства вот этих век. Слова мы перевели в вектора. Вектора создают некое векторное пространство, и это его двумерная проекция. Так вот, в двумерной проекции, значит, мы видим, что страны и столицы, они как-то более-менее находятся на одном уровне, да, и они не меняются местами. И самый известный пример, по-моему, был следующий. Если взять слово king, вычесть слово man и прибавить слово woman, ну, вектор, естественно, берем вектор этого, вычитаем вектор этого, прибавляем вектор этого, это получается вектор, который ближе всего к слову queen в пространстве. То есть не к какому другому слову, а к слову queen. Ну и вот авторы на этом очень сильно построили как бы мотивацию. Ну и здесь то же самое. На самом деле, ведь если взять, значит, какую-нибудь страну, вычесть из нее вектор со столицы и прибавить вектор с другой столицы, то возможно, что… Ну, тут понятно, что все… Столица с того, это не другое. А? Перевестие с того, это не другое. Ну, типа того. Нет, ну, понятно же, смотрите, что, в общем, конечно, оно все такое довольно кривенькое, но часто вот эти расстояния похожи на вот эти расстояния, да? Ну, понятно, что если мы вычтем… А, вот тут перестановка получилась. Италия, и Греция, и Афина, и Рим. Но фактически, если вычесть, скажем, Париж из Франции прибавить Берлин, то мы сдвинемся из Франции вот чуть-чуть наверх, получим Германию. Ну, смысл, пока что мы не говорим про ранжирование, пока что мы говорим просто про представление слов. Таким образом, мы представили слова в каком-то семантическом виде. Мы не знаем, что в этих векторах, что означают вот эти чиселки, которые мы там получили, но мы зато знаем, что вот получается такая красивая картинка. Ну, как мы теперь будем ранжировать? Ну, ранжировать теперь довольно просто. Мы берем документ. В документе есть слова. У каждого слова есть его вот это описание семантическое. Мы берем эти семантические описания и усредняем. Получаем центроид по всем словам. И для запроса тоже берем центроид. И дальше считаем косинус между ними. Ну, проблема в том, что для предложений из пяти слов, десяти, не знаю, двадцати, центроид еще может иметь какой-то смысл. А для длинных документов центроид — это уже совсем непонятно что. и, насколько я знаю, значит, вот этот метод, он работает только для коротких документов. То есть усреднять центроиды, усреднять вектора вот этих слов имеет смысл только для коротких текстов. Иначе получится непонятно что. Так, ну и давайте последний метод посмотрим. Понятно, что вот с какого? По-моему, с десятого года народ опять поверил в нейронные сети, в глубокое обучение и стал его применять. Ну, в поиске стали применять несколько позже. В поиске попробовали применить в тринадцатом году. Вот основополагающая, так сказать, статья, которая применяла нейронные сети для поиска. Картинка большая. Сейчас, на самом деле, ничего сложного здесь нет. Ну, понятно, вот что у нас тут. У нас есть слои, да? Слои связаны. Значит, если вы видели представление каких-нибудь нейронных сетей, то вы, то хорошо, не видели, ну, ничего страшного. Каждый слой переходит в следующий слой, да, и какой-то результат наверху получается. Ну, какой у нас первый слой? Первый слой — это представление документов и запросов в виде векторов. TF-IDF, например. В данном случае, вот вектор, у них словарь длины 500 тысяч слов. В словаре 500 тысяч слов. Каждый документ — это вектор длины 500 тысяч. В общем, это слишком длинный вектор, да, много ноликов, опять же. Что здесь предлагается, я не помню, предложили ли они это, или уже, по-моему, это использовалось уже до. Они взяли и разбили слова на триграммы. То есть извлекли из слова все триграммы, включая… Ну, они добавили к слову начальный некий символ и конечный символ. И взяли все триграммы. Так вот, разнообразных триграмм, конечно, сильно меньше в языке, чем разнообразных слов. Вот. И таким образом уменьшили количество, ну, длину вектора от 500 тысяч до 30 тысяч. Ну, это просто такой трюк. Можно было этого не делать, но можно было сделать. Вместо слов теперь рассматриваем триграммы. А дальше, да, вот это преобразование из слоя… Значит, первый слой, вот этот L1, он получается тем, что к вектору со словами мы применяем неколинейное преобразование. Да, просто вот умножаем на какую-то там матрицу и все. Ну, а дальше мы начинаем запускать нашу нейронную сеть, которая просто из каждого, значит, из одного уровня переходит в следующий уровень с помощью… Ну, это там более-менее типичная запись. Вот у нас есть предыдущий уровень и минус первый. Мы применяем к нему линейное преобразование, добавляем смещение и применяем некую некую трансформацию, там, что там, гиперболический тангенс или еще какие-то… То есть нелинейное преобразование. Сначала линейное, потом нелинейное. И так вот от уровня к уровню мы переходим. А последний уровень, вот где? Вот здесь. Последний уровень, они решили, что он будет длины 128. Это просто инженерное решение. Вот сказали, будет 128. Это все то же самое. Мы применяем трансформацию к предпоследнему уровню. Ну, все то же самое, только последний шаг. И так же, как с Word2Vec, что получается наверху, в общем, не очень понятно. Какой-то вектор. Что этот вектор значит? Черт его знает, но хочется верить, что он представляет запросы и документы. На самом деле, сейчас поговорим о том, как это получается, потому что во всех предыдущих методах и в языковых, в тематических моделях, и в Word2Vec, и в латентно-семантический анализ, там все происходит без учителя. То есть мы даем данные, вот просто корпус, и из корпуса извлекаются темы, извлекаются векторные представления какие-то семантические. В данном случае происходит обучение с учителем. Вот Q — это у нас запрос, D — это у нас документы. Что делали конкретно авторы этой статьи? Они давали на вход один релевантный документ и четыре нерелевантных документа. То есть они просто говорили, смотрите, вот по запросу вот этот документ релевантен, а этот документ нерелевантен. Если взять вот эти вектора, получившиеся наверху, и посчитать косинусы между запросом и релевантным документом, между запросом и нерелевантными, вот эти кружки — это косинусы. То понятно, что хочется увеличить косинус для релевантного документа и уменьшить косинусы для нерелевантных документов. Ну, собственно, это вот то, что они оптимизируют. И вот у них получаются здесь какие-то косинусы. Они знают, что вот этот косинус должен быть большим, а эти косинусы должны быть маленьким. И они таким образом делают backpropagation и обучают веса и смещение. Мы, ну, собственно, не то, что мы не будем залезать, это просто они запускают нейронную сеть, говорят, вот тренировочные данные, вот то, что нам надо оптимизировать, вот формы, пожалуйста, дай нам веса. Когда мы получили веса и смещение, ну, вот мы получили некие представления. Считаем, что это семантические представления, потому что вот в них зашита какая-то информация, которую мы не можем вот увидеть просто из слов. Там зашита информация и про слова, и про то, что вот такие документы, они релевантные, а такие нерелевантные. Какие-то определенные паттерны там зашиты. Что у них получилось? Вот здесь сравнение, сравнение довольно хорошее, потому что здесь есть и, смотрите, обычные методы TF-ADF, BM25, LSA, PLSA. Так, вот это, по-моему, до седьмого это все без учителя, начиная с восьмого это с учителем. Последние четыре метода это то, что они предложили. Не так важно, какие между ними отличия. Вот здесь нет перехода к триграммам, здесь нет нелинейных трансформаций, например. Ну, давайте просто посмотрим, чего там получается. Значит, во-первых, вот у нас есть TF-ADF и BM25. Сразу скажу, что это на вебе. Они просто взяли, по-моему, данные bingo, что-то порядка 16 тысяч запросов. Результаты для этих 16 тысяч запросов. Клики. Считали, что кликнутые документы релевантные, не кликнутые, нерелевантные. То есть для обучения вот этой штуки надо, на самом деле, очень много данных. Я вам рассказывал про трек аж в сентябре и говорил, что там есть 100 запросов тестовых, там 200 тестовых запросов. Это вообще ни разу не размер для обучения вот этого. То есть для этого нужны там миллионы. Соответственно, вот они взяли свои миллионы, извините, из bingo обучили и потестировали на 16 тысяч запросов. И получилось, что, во-первых, интересно получилось, что BM25 работает чуть хуже, чем TF-ADF. Я понятия не имею, почему. Не помню, объясняется ли это в статье. Но вот такой интересный результат. Во-вторых, то, что я вам говорил, и это подтверждает слова моих коллег из Яндекса, что семантические методы типа LSA и PLSA работают существенно хуже. Вот видите, что они проигрывают и TF-ADF, и BM25. Ну, окей, здесь, да, в общем, проигрывают. Похоже на BM25, но проигрывают векторные модели. Дальше, если, собственно, если добавить нейронную сеть так или иначе, ну вот сразу получается большое увеличение. Вы видите, что отличие во второй цифре, после запятой, на самом деле, для веб-поиска это огромное отличие. Ну, считается следующим образом. Если вы увеличили качество поиска на 1%, это значит, что среди вашей многомиллионной аудитории умножить на 1% сколько получается? Все равно получается миллион, да? Миллион или сотни тысяч пользователей стали более счастливыми, грубо говоря. Поэтому, в общем, увеличение во второй цифре, после запятой, во втором знаке, это хорошо. Ну и вот видно, что, в общем, если запускать нейронные сети и обучать их хорошо, то улучшение в качестве довольно существенное. Но особенно вот их самое главное, вот эта вся конструкция, которая была на предыдущем слайде, вот она дает такие, в общем, сильно отличающиеся результаты от того, что вот в верхней части таблиц. Так, ну хорошо. Вот теперь более-менее я считаю, что методы поиска подсодержания мы разобрали. В прошлый раз были методы поиска чисто по словам, слова независимые, контекст не учитывается, не учитываются синонимы, не учитываются полисемии, если я правильно произношу. Значит, вот эти методы пытаются это поправить, пытаются добавить некую семантику, пытаются преобразовать вектора, пытаются какие-то вероятности посчитать. Вот почитать все это можно в книжках пока, ну на самом деле про LSA можно почитать в учебнике Маннинга, а про остальное надо читать уже в статьях. А, ну да, вот, собственно, Миколов в 2013 с World2Vec пришел. Вот, значит, на этом мы закончили семантические методы. Раз у нас есть сейчас время, то просто следующие слайды, они довольно насыщенные. Давайте мы начнем с методами со ссылками. Значит, я сгруппировал следующим образом. Тут слайдов сильно больше, просто я взял все содержание, все, что по содержанию, вынес туда, а все, что не по содержанию, вынес сюда. Значит, здесь у нас будет, мы говорим по-прежнему про ранжирование, и вот будем говорить про ссылки и про машинное обучение. Я думаю, что мы поговорим про ссылки до перерыва, потом сделаем перерыв и уже закончим про машинное обучение. Так, ссылки. Значит, еще раз хочу сказать, что это применимо только там, где есть ссылки. Ну, веб-поиск в первую очередь, конечно, мы говорили о том, что в научных статьях есть ссылки друг на друга, еще где-то можно подумать, где есть ссылки. Только там вот эти методы будут работать. В каких-нибудь, скажем, цифровых библиотеках, навряд ли, там обычно просто есть текст, и все. Там, скорее всего, это будет неприменимо. Значит, поэтому сейчас, грубо говоря, говорим о веб-поиске. Вот. То есть Яндекс сказал, что это полезно. Ну, вы слышали, скорее всего, про PageRank. Это, конечно, основной метод определения качества страниц в вебе, ну, на основе анализа ссылок. И есть такой метод, как hits. Ну, сейчас поговорим быстренько про оба метода. Да, еще раз про… Мы уже сегодня чуть-чуть затрагивали алгебру, да, при обсуждении сингулярного разложения. Здесь нам нужно знать, что если у нас есть матрица M на M, и есть некий вектор, который… значит, для которого вот это верно, матрица умножить на вектор равно число умножить на вектор, то число — это собственное значение, а вектор — это собственный вектор, да? Причем это… В первом случае это правый собственный вектор, во втором случае это левый собственный вектор. И, по-моему, это называется генеральный собственный вектор, это самый большой собственный вектор. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Я бы, конечно, сказал основной, но, по-моему, как главный, может быть, главный. Если если это главный компонент, то в принципе компоненты не связаны с собственными векторами, это и есть собственные вектора, но главный собственный вектор звучит красивее в любом случае. Давайте так говорить. Хорошо. Да, ну и мы не будем обсуждать алгоритмы, которые дают нам собственные вектора у матрицы. Мы просто знаем, что это очень известная проблема. Очень много алгоритмов придумано, достаточно много алгоритмов придумано. Собственно, вектора посчитать можем, и собственные числа посчитать можем, так или иначе. Значит, вот это все, что нам надо знать из линейной алгебры. Теперь давайте займемся пейджранком. Ну, понятно, что сеть веб представим в виде графа. Да, странички — это у нас вершины графа. Ссылки между страничками — это направленные… Господи, ребра, спасибо. Направленные ребра между вершинками. Ну, в пейджранке основная штука — это случайное блуждание. Про случайное блуждание мы немножко говорили в октябре, когда обсуждали, как рекомендовать запросы. Мы там говорили, что можно построить граф с запросами и случайно блуждать по нему. Ну, вот сейчас мы поговорим про это более подробно. Что такое случайное блуждание? Случайное блуждание — это такой процесс, когда мы начинаем… Ну, обычно говорят, значит, берем обезьянку, да, сажаем ее за компьютер, показываем ей страничку, даем ей мышку, и она начинает случайно кликать на ссылки. Вот она кликает на эти ссылки на каждой страничке, на какую-нибудь случайно, и таким образом бегает по вебу. Начали, не знаю, отсюда, случайно кликнули сюда, потом случайно кликнули сюда, потом сюда, там, и обратно, и так далее. Значит, если у каждой вершины есть некая вероятность того, что мы там находимся, в результате случайного блуждания, вот мы блуждаем, да, прыгнули сюда, прыгнули туда, как нам посчитать вероятность нахождения в вершине А, ну, в любой, скажем, вершине 3, через вероятность нахождения в других вершинах. То есть есть вероятность нахождения в вершине D0, D1, D2, D3 и так далее. Как нам посчитать вероятность нахождения в определенной вершине через другие вероятности? Ну, с какой вероятностью мы придем, скажем, вершину 3 из других вершин? Не, я понимаю, но вот, вот, предположим, вот, смотрите, у нас есть вершина 3, есть вероятность нахождения здесь, есть вероятность нахождения здесь, все, больше... Ну, совершенно верно, да, нам надо посмотреть на все вершины, откуда мы можем попасть в D3, взять вероятность нахождения в этих вершинах и нормировать просто на количество исходящих ссылок, потому что, в общем, если мы находимся здесь, то у нас есть вариант пойти в D0, опять в D2 и в D3, то есть у нас 3 равновероятных исхода, а в D6 у нас сколько, 1, 2, 3, тоже, нет, тоже 3 равновероятных исхода. Фактически, взять все вершины, которые, извините, ведут в данную, взять все вершины, которые ведут в DI, наверху у нас будет вероятность нахождения в той вершине, которая ведет в нашу, а внизу просто количество ссылок из этой вершины. То, о чем мы сказали. Ну и понятно, что если мы случайным образом или, скажем, равномерно сначала назначим вероятности равномерно, одинаково, предположим, то итеративно, проходя, ну, итеративно применяя эту формулу, в принципе, мы можем сойтись на каких-то значениях финальных. Возможно. А можем не сойтись. Согласны или нет? Скажем, дали каждой вершинке по 0,1 и поехали пересчитывать эту формулу для всего. Пересчитываем, пересчитываем, пересчитываем. Надеемся, что когда-нибудь наступит такой момент, когда вероятности больше меняться не будут. Ну, или будут меняться незначительно. Ну, на самом деле, чтобы понять, произойдет это когда-то или нет, сейчас нам, во-первых, нужно понятие телепортации, а во-вторых, как раз перейдем в векторное представление. Значит, телепортация. Если у нас есть тупик, ну, то есть из вершины никуда не попасть, то мы прыгаем в любую другую вершину с вероятностью 1. Кроме того, в каждый момент, если мы находимся в некой вершине, то у нас есть два варианта. С вероятностью альфа, маленькой вероятностью, мы телепортируемся куда-нибудь, а с вероятностью 1 минус альфа мы идем по одной из ссылок. Ну, вот если взять вторую часть, то какова вероятность попасть, скажем, в вершину D1? По телепортации. А сколько всего вершина? Ну, N, скажем. Какова вероятность попасть в вершину D1 с помощью телепортации? Если мы из тупиковых вершины, то 1 на N, а не из тупиковых... Ну, не из тупиковых, вот это. Не из тупиковых альфа на N. Ну, да, альфа на N. То есть в любой вершине у нас есть вероятность альфа, что мы прыгнем, и прыгнем можем в любую вершину. Ну, собственно, альфа на 1 на N. Вот, и да, значит, и соображение какое. Понятно, что если вот в результате того, что обезьянка кликает на ссылочку, а иногда там начинает случайно сначала, то есть она случайно сейчас издевает какую-то кнопочку и ей показывается случайная страничка, то вот те страницы, на которые она зайдет чаще, чем на другие, они по умолчанию хорошие. Ну, потому что так или иначе все пути ведут в Рим. Да, все пути ведут к этой странице, значит, страница хорошая. То есть считается, что чем выше вероятность попасть в какую-то из вершин, тем лучше страницы. На самом деле вот это стационарное состояние, оно существует. Сейчас мы поговорим, почему. Это стационарное состояние существует, у каждой вершины есть стационарная вероятность, что туда, значит, обезьянка зайдет, и это называется page rank. Ну и page rank считается вот по такой формуле, где у нас есть две составляющие. Один минус альфа на вот вероятность попасть из соседних вершин, да, и альфа на вероятность телепортации. В векторной форме это выглядит, я бы сказал, несколько красивее. В данном случае, по большому счету, это марковская цепь, да, у нас есть матрица n, n на n, n состояний, есть вероятности перехода из состояния в состояние, все вероятности по строкам суммируются в единичку. То есть если вот эта матрица переходов, то есть из D2 можно попасть в D3, в D0 и в D2, там из D6 можно попасть в D3, D4, D6, то вероятность переходов, ну, без телепортации, это просто нормированная матрица, да, мы взяли, просуммировали строчки, да, и поделили на сумму. Ну, вот получилось, там, какие-то вероятности 0,33, какие-то 0,5. Вот это, собственно, матрица переходов из состояния в состояние, да, в марковской цепи. Теперь, что получается? Предположим, у нас есть, вот у нас есть n вершина, у каждой есть вероятность захода в эту вершину. Вот обезьянка прыгает, мы эти вероятности подсчитываем, подсчитываем, на шаге t у нас вероятности вот такие. Для вершины 1 такая вероятность, для вершины n такая вероятность. Ну, запишем их просто в виде вектора. И есть у нас матрица вот эта вот p, матрица переходов. И есть вектор с вероятностями. Как нам посчитать вектор вероятности на следующем шаге? Матрица перехода умножить на вектор в предыдущем состоянии. Это хорошее предложение, потому что, ну, матрица переходов показывает, откуда куда прыгаем, да, вектор показывает, какие вероятности нахождения сейчас в каждой вершине. Если вы помните, нам надо, на самом деле, суммировать просто вероятности вершин вокруг, да, поделенные там на количество исходящих ссылок. Проблема только с порядком умножения. Значит, матрица перехода — это из вершины в вершину. Так, значит, из — это по строчкам, в — это по столбцам. Это вероятности нахождения в вершинных, из которых мы идем. Значит, нам надо умножить вектор на матрицу. Из вершин умножаем на матрицу переходов, переходим в вершины. Соответственно, вот это даст нам распределение на следующем шаге. Ну и так далее, да. Если мы раскрутим это в обратном порядке, то получим вот начальный вектор, некий начальный вектор, и матрица P в степени t плюс 1. Начальный вектор выбирается, не думаю, что он выбирается случайно, возможно, он выбирается, ну, просто равномерное распределение по всем вершинам. Один на n всем дается. Ну вот, собственно, почти все, что нам нужно, потому что, по большому счету, сейчас мы об этом поговорим на следующем слайде, по большому счету, если вот много раз матрицу переходов умножать саму на себя, то рано или поздно, в общем, изменений происходить не будет. Почему? Потому что сейчас посмотрим. Вот. И фактически степенным методом, то есть умножая матрицу саму на себя много раз, мы можем прийти к пейджранку. Ну, проблема очевидная здесь, да, с возведением матрицы в степень? Для веба, по крайней мере. Ну, они не просто очень большие, они огромные. И я думаю, что, конечно, там другие методы применяются. То есть если матрица маленькая, ну, степенным методом, наверное, можно ее перемножать, а для веба там что-то другое. Для веба вообще еще, ну, когда добавляется новая клиника, тогда эти не будут вести вебы еще? Ну, думаю, что нет. Я думаю, что там какая-нибудь простая евристика добавилась, не знаю, тысяча страниц пересчитали. Более того, и на самом деле, смотрите, если у нас есть стационарное состояние для всех вершин, для всех страниц, и добавилась одна где-то в серединке, в большом счете, зачем нам пересчитывать, что что вокруг? Они, скорее всего, почти не изменятся. Ну, в какой-то момент надо будет, да, но в целом… Так, да, так вот, на самом деле, откуда берется… Значит, почему решение, почему мы сойдемся, почему там есть сходимость? Ну, вот есть такая штука, что если марковская цепь, по-моему, это несводимость, да, и опериодичность, вот второе неуверен, что так переводится, то есть фактически что, если из любой вершины можно попасть в любую, и нет… и нельзя разделить вершины на две… ну, все вершины на две части так, что мы будем прыгать из одной части в другую постоянно, то оказывается, что у такой марковской цепи есть стационарное состояние, и на самом деле, значит, если бы у нас не было телепортации, то, во-первых, у нас… возможно, не было бы несводимости, то есть мы не во все вершины могли бы попасть. Ну, скажем, веб, он вполне может быть разделен, то есть между какими-то частями просто нет ссылок друг на друга. Одна часть веба где-то там лежит, одна здесь. Если бы мы не прыгали случайным образом в какой-то момент, то мы не могли бы попасть из одной части графа в другую часть. Ну, собственно, граф у нас не связанный в вебе, скорее всего. Для этого нужна телепортация как раз, чтобы удовлетворить вот этим условиям. И тогда как раз получается, что случайное блуждание с телепортацией – это эрганическая марковская цель, у которой есть единственное решение стационарное. То есть вот эти вероятности нахождения в каждой вершине, они существуют, они единственны. Да, ну и как их искать? Понятно, что будет выполняться вот это, потому что по определению стационарное состояние – это когда мы его продолжаем нажать на матрицу перехода, ничего не происходит. То есть у нас есть какой-то вектор и какое-то число. Ну, видно, что p – это левый собственный вектор, а единица – это основное собственное число. Да, то есть фактически что нам надо? Нам надо по большому счету найти главный собственный вектор у матрицы перехода. Там… Да, ну, в общем, например, как мы говорили, степенным методом, но, возможно, не для веба. Ну, просто здесь, значит, к чему? К тому, что если мы много раз это делаем, то в какой-то момент, конечно, мы не будем равны стационарному состоянию, но будем очень близки. То есть достаточно просто много раз возвести матрицу в степень. Ну и здесь, например, вот у нас матрица некая. Начинаем с некоего вектора, скажем, 1.0.0. Вот решили, что у нас есть три страницы в вебе. И вот такие сначала пейдж-ранки мы им дали. Ну, или вероятности захода. Дальше мы берем, умножаем на матрицу. Что это нам дает? Это нам дает первую строчку. Получаем следующий вектор. Дальше умножаем на матрицу, получаем какой-то другой вектор и так далее, и так далее. И на самом деле, вот сходимся где-то вот… Если мы продолжим умножать этот вектор на вот эту матрицу, то уже никаких изменений происходить не будет. Ну вот, вот. Практически начали с каких-то таких значений, пришли к стационарным вот таким значениям. Если хочется потренироваться, можете на бумажке там поумножать. Сейчас не будем это делать. Значит, смысл какой? Смысл такой, что, вообще говоря, это некий индикатор качества страницы, который не зависит от запроса никак. До сих пор мы говорили про запросы, да, мы говорили про то, насколько запрос похож на документ. В данном случае никаких запросов нет. Есть просто сеть, есть просто ссылки. И, значит, вот эти стационарные состояния, вероятность нахождения в том или ином состоянии, показывают просто качество страницы, независимо от запроса. Значит, ну и, как я сказал, пейджранг с телепортацией, значит, это условие достаточно для того, чтобы у нас было было стационарное состояние в конце. Вот. Второй метод, давайте мы закончим со вторым методом тоже. Второй метод, который работает с ссылками, называется hits hypertext-induced topic similarity. Значит, этот метод использует и запросы, и ссылки. Ну, запросы, там условно, они не в содержании запроса используются, а просто для того, чтобы понять, какие страницы надо вообще рассматривать. Потому что в пейджранге мы рассматривали вообще весь веб. Здесь мы будем рассматривать маленький кусочек веба. Идея здесь такая. Здесь этот метод разделяет страницы на порталы, так называемые, хабы. В переводе просто учебника майнинга на русский хабы перевели как порталы, а authority это какие-то там источники. Забыл, какие. В общем, источники, которым мы доверяем. Источники, которые содержат авторитетные источники. Спасибо. Авторитетные источники, собственно, содержат хорошую информацию сами по себе, а порталы содержат ссылки на страницы с хорошей информацией. То есть, хотелось бы, чтобы порталы содержали ссылки на авторитетные источники, авторитетные. Ну и чтобы на источники ссылались порталы. То есть, грубо говоря, хороший портал ссылается на много авторитетных источников, а источник авторитетный, если на него ссылаются много хороших порталов. Политика в чем? Политика в чем? В том, что мы всегда можем принять авторитетного источника. Нет, ну да, понятно. Просто здесь идея в том, что как бы у нас граф становится двудольным. Википедия это что-то все время, что содержит какой-то авторитетный источник. То есть, на страничке всегда должна быть какая-то ссылка на авторитетный источник. В данном случае, ну вот, мне кажется, это разные вещи. Википедия пошла бы у нас вот сюда, а... Википедия просто, мне кажется, не очень удачна в данном случае. Вот здесь что они показывают? Например, если мы говорим о билетах на самолеты, то это агрегаторы, да, а это реально авиакомпании. То есть, авиакомпании являются авторитетными источниками, в которых, да, самая качественная информация про авиабилеты, агрегаторы просто содержат ссылки на сами авиакомпании. Вот идея такая. Ну и понятно, что, как это подсчитывается. Соответственно, если у нас есть, если нам надо посчитать качество портала, вот у нас портал, он ссылается на какие-то странички. качество портала это сумма по всем вот этим страничкам, на которые он ссылается, насколько хорошие это авторитетные источники. То есть, если вот эти три источника, они действительно авторитетные, то и это очень хороший портал. Если авторитет у этих трех источников низкий, то и портал так себе. Ну и наоборот, авторитетность источника подсчитывается с помощью качества тех порталов, которые ведут к этой странице. То есть, если к ней ведут хорошие порталы, то и источник считается авторитетным. Здесь содержание никак не учитывается. Что там написано, верим мы, не верим, просто вот такая взаимная ссылка друг на друга. Если, например, опять же, записать через матрицу перехода, ну здесь назовем ее, это не матрица перехода, это матрица тут невероятности, а просто нолики, единички, откуда, куда. матрица инцидентности между вершинами. То в векторной форме по большому счету получится вот такая штука. Вектор порталов это матрицу инцидентности умножить на авторитетные источники, потому что порталы введут в авторитетные источники, значит, авторитетные источники должны быть справа от матрицы. А порталы, они должны быть как бы слева от матрицы, потому что из порталов идут ссылки, ну или справа от транспонированной, условно говоря. Вот, зачем мы записываем в векторной форме? ну, чтобы понять, как вообще посчитать веса для порталов и веса для авторитетных источников. Ну, здесь теперь что мы делаем? Если мы просто подставим вот это вместо A сюда, а вот это вместо H сюда, то получим такую штуку. Ну и что? Теперь как нам посчитать вектора порталов и авторитетных источников? Если мы знаем, мы точно знаем матрицу A, это матрица инцидентности, мы знаем ее транспонированной, мы можем их умножить. И дальше как мы оттуда извлечем порталы и авторитетные источники? Ну да, это просто собственные вектора. Фактически нам надо посчитать собственные вектора для этой матрицы или собственные вектора для этой матрицы. Это будут те же самые главные собственные вектора вот только вот такой матрицы. вот собственно такая идея. Теперь где тут запросы? Это пока мы говорим так, в общем, теперь собственно сам метод, вот этот hypertext-induced topic search hits. Значит, запрос там, берется запрос, по запросу каким-то образом, скажем, TF-IDF или BM25 получается некое множество страниц, а может быть просто булевым поиском. Получается некое множество страниц. Из этого множества страниц составляется кусочек веб-графа. В данном случае уже все страницы так или иначе с запросом связаны. Скажем, они содержат все слова запроса, например. Создаем веб-граф из этих страниц. Для этого маленького кусочка веб-графа считаем вот эти матрицы, считаем для них основные собственные вектора, ну и вот получаем что? Веса авторитетности, веса портальности. А дальше как мы аранжируем страницы? Ну мы каким-то образом комбинируем, потому что каждая страница может иметь какое-то значение в смысле портальности и какое-то значение в смысле авторитетности. Ну, например, мы можем их сложить или сложить с какими-то весами. Вот собственно такой метод. Берем запрос, по нему какие-то кандидатов, берем кандидатов и кандидатов аранжируем уже с учетом портальности и авторитетности. Значит, а как мы получаем кандидатов? Ну, на самом деле просто взять все страницы, которые даются нам, которые мы получаем по запросу, этого вроде как считается, что мало, это так называемое корневое множество, все, что связано с запросом, а дальше мы еще берем все, что ссылается на страницы корневого множества или все, на что ссылаются страницы корневого множества, то есть мы его расширяем еще. И вот это так называемое базовое множество уже используется для того, чтобы посчитать порталы и авторитетные источники. Ну, это так, это не так важно, в общем. Значит, ну вот, прекрасно, мы как раз укладываемся. Значит, важно здесь что? Важно, что HITS, он теперь не только использует анализ ссылок, но и использует запросы. Проблема с ним в том, что, да, конечно, собственные вектора можно посчитать, это все понятно, но по большому счету это очень дорого, если мы говорим о времени запроса, потому что вот запрос отправляется, что нам надо сделать? Нам надо составить базовое множество, да, нам надо посчитать матрицы, посчитать обратно, транспонированные, посчитать собственные вектора. Для многих приложений это слишком дорого. Ну, в частности, для веба мы, видимо, не можем так долго ждать, но оказывается, что по большому счету в сети есть такое предположение, я не уверен, насколько там оно подтверждено, что хорошие порталы, они часто и на самом деле хорошие авторитетные источники. То есть по большому счету страницы с высоким значением портальности и страницы с высоким значением авторитетности, они совпадают. А что это за страницы? Ну, вообще говоря, это скорее всего страница с высоким пейджранком. По большому счету утверждается, утверждается, что разница между hits и пейджранк она небольшая. Пейджранк плюс в том, что его можно посчитать в оффлайне, и не нужен запрос для этого. По большому счету это вообще можно было перенести в оффлайн, во всей картинке нашей. Ну и если суммировать, то получается, что пейджранк, он не зависит от запроса, не может быть посчитан заранее, hits не может быть посчитан заранее, и возможно имеет смысл заменять его пейджранком. Я не знаю. То есть я не слышал. Вообще интересный вопрос, да. Я думаю, можно сделать так, можно обучиться. То есть у нас есть пейджранк, у нас для каких-то там, не знаю, тысячи запросов посчитаны вот эти все значения портальности и авторитетности. Дальше мы просто машинно обучаемся, как переводить одно в другое. Не знаю, полезно это или нет, но вот. Субтитры создавал DimaTorzok,